Всем привет, друзья! Сейчас нахожусь на пересадке в Москве. Очень странно, что нету народу. Такое ощущение, что в воскресенье никто никуда не летит. В общем, в данный момент я направляюсь в терминал D, откуда через час вылетает самолет в Лос-Анджелес, в Америку. Там будет интереснейший трип, пять очень насыщенных дней. Это будет и посещение голливудских студий Universal, Warner Bros. Будет поездка на шести крутейших суперкарах, таких как Lamborghini, Ferrari, Porsche и так далее. Также будет один день в Вегасе, полет на Гранд Каньон на вертолете. В общем, очень много всего. Так что, друзья мои, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Погнали! А еще у меня сегодня большая радость, потому что удалось апгрейдить за мили, который я очень долго копил, билет до бизнес-класса. Это значит, что весь этот 10-часовой перелет будет абсолютный комфорт, будет очень много места, можно развлечься, вытянуть ноги. В общем, сейчас я вам покажу, потому что такой билет стоит то ли 250, то ли 300 тысяч рублей, короче, нереальные бабки. А за мили это выходит в 10 раз дешевле. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Первые секунды в Америке. Пока что все точно так же, как и везде. Я выспался, полон сил. Бизнес-класс, это, конечно, класс. Вот такой вот роскошный вид. Вон она, надпись Голливуд, все четко. Красота, природа, одноэтажная Америка. И вот сразу же первое, что я вижу возле отеля, это Ferrari 488, на которой мы катались в Дубае, синяя пленочка. Ну, я, кстати, не могу сказать, что мне прям нравится, как она выглядит в этой пленке. По-моему, когда она просто в красивой покраске, это гораздо лучше смотрится. Значок уже так вытел немного. Ну, клевая, конечно, машина. Я просто помню свои эмоции от этой тачки, как вообще она валит круто. Насколько бешеные эмоции она дарит. Хочется еще раз сесть за руль и прокатиться. Но здесь, в Америке, это вообще исключено. Чтобы нормально навалить, здесь такого не получится, потому что такие бешеные штрафы, такие контроли, столько скрытых полицейских. У нас все очень хорошо с этой точки зрения, конечно. Ну, и вот так вот невзрачно, на первый взгляд, началась та самая знаменитая аллея звезд. Вот они появились, звездочки. Правда, я не знаю, наверняка большинство людей, которые здесь написаны. Чарли Бигфорд, кто это? Суть, наверное, не в том, какие надписи на этих звездах, а в первую очередь в том, что это то самое легендарное место. Это все то, что мы видели в фильмах. Как-то здесь, на самом деле, я бы вам сказал, довольно-таки грязно и противно. Я думал, что аллея звезд, это будет прям такое клевое, красочное, яркое место, где будут все такие красивые, короче, счастливые, так чисто будет. А здесь прям вот что это такое? Везде запах марихуаны. Довольно злачненькое место по ощущениям. Вот он и есть Голливуд в самом расцвете. Ничего особенного. Если вы тут не были, вы ничего не потеряли. Единственное, что круто, пока что, на первый взгляд, в Лос-Анджелесе, то, что 320 солнечных дней в году. В Питере сегодня минус 2, а здесь сегодня плюс 23. Понимаете разницу? И солнце светит. Красота. Сейчас будет какой-то рождественский парад. Все здесь уселись на аллее славы. Крутое знаменитое событие. Посмотрите, сколько народу. Ой, это, видимо, форсаж подъехал, смотрите. Ну, короче, парад такой. Не знают они, что такое парад. Шоколадки какие-то бросают. Так, господа, новый день. Сегодня у нас посещение легендарной студии Universal. Как утверждают многие, это, наверное, самое лучшее, что вообще есть в Лос-Анджелесе. Вообще, Universal всего есть 4 штуки во всем мире. В Лос-Анджелесе, в Орландо, Осака и Сингапур. Не знаю, почему говорят, что это настолько круто. Там есть самые последние технологии. И сейчас мы с вами вместе увидим, действительно ли это того стоит. Ну что, Сань, 219 баксов. Ты сказал, что это того стоит. 219 баксов, и я могу сказать, что это стоит больше. Я бы за это заплатил 700-800 долларов. Серьезно? Потому что то, что сейчас здесь будет происходить, какое бы ожидание у вас не было, будет намного круче. Сами аттракционы, правда, снимать нельзя. А, конечно. Поэтому в большинстве мест темно просто, и камера не возьмет. Попытаюсь снять все равно, кожа русская. Мы сейчас едем мимо помещений. Здесь снимаются голливудские фильмы. Тут сейчас могут быть где-то в одном из этих зданий спокойно какие-нибудь кинозвезды, знаменитый актер Рэйди Мёрфи, например, или кто-то еще. И сейчас, насколько я понимаю, через некоторые из этих помещений мы будем проезжать и смотреть, как устроены декорации и как снимаются фильмы. Мы как будто бы въезжаем в станцию метро. Вот это было хорошо. Армагеддон, апокалипсис, разрушающая симметрон землетрясений. Это было для Человека-паука построено, все эти дома, где он здесь бегал, прыгал, и все происходило. Такие дома клевые в таких крутых местах. ландшафтных, и здесь даже никто не живет. Столько вообще пропадает площадь. А вот смотрите, вот дома, рядом видно, что это просто облицовка на деревянных лесах. Это все пустышка, фейк. Вот это реально круто было. Как по-настоящему, как будто бы потоп. Показывают отрывок фильма, как это снималось. Сейчас мы бежаем в эти декорации. В декорации какого-то вестерна про ковбоев. Прикиньте, они строят целый город. Это из какого-то фильма про крушение самолета. С новым крузом, кстати. Ничего снять, естественно, не получается, потому что это все спецэффекты на 3D, в темноте. Большая часть экскурсии прошла мимо камеры. Но это было интересно. Однако я не могу сказать, что это лучшее, что я видел в своей жизни. Ну что, друзья мои, обошли, в принципе, все аттракционы. Хочется сказать, что мы немного опоздали. Лет на 15, наверное, сюда. В общем, прикольно, но дорого, я вам так скажу. И поэтому сейчас, в середине дня, пока не село солнце, мы отправляемся на Беверли-Хиллз. По Coldwater Canyon, туда, на Санта-Монику. Там рядом будет Родео-Драйв. Это самая дорогая улица. На Беверли-Хиллз, да? Там магазины, там... Беверли-Хиллз, да? Ну, конечно. О, нам туда. Итак, Родео-Драйв. Ничего особенного. Вот в Нью-Йорке гораздо круче. На любой улице дороже все выглядит. Какой же здесь крутой климат. Зимой всегда плюс 20, как сейчас. То есть, мне в свитере даже немного жарко. А летом здесь плюс 35, плюс 40. Ну, то есть, вообще здорово. Можно в любое время года купаться, загорать. И самое главное, что параллельно, при этом, круглый год ты можешь в любой момент за 2 часа доехать отсюда до горы, покататься там, допустим, на сноуборде. Вот это круто. Ну, а прямо сейчас мы приехали на Санта-Монику. Лос-Анджелес это просто огромная территория. Меняются города уже. Санта-Моника это совершенно другой город. Это не Лос-Анджелес. А при этом идут сплошняком дома. И вот он, друзья мои, океан. Здесь еще есть такое ощущение, что ты как в Египте находишься. Реально вот эти двухэтажные, маленькие, бетонные, каменные, унылые дома всюду. Есть, естественно, Родео-Драйв, там дома миллионеров, там такие виллы, особняки, тачки. Ну, а так, в целом, конечно, архитектуры здесь особо никакой нет. Это место из ГТА, Сан Андреев. Бомжей до хренища. Такой тоже контраст идеального климата, красивого места, да, и абсолютного пи***ца. Так настал новый день. Сегодня у нас полет в соседний город, в Сан-Франциско, тюрьма Алькатрас. Короче, все увидите, не будем сейчас забегать вперед. Смотрите, с чего я хочу начать. Это автомат, нажимаешь ОК, и он готовит тебе блинчики. Все происходит автоматически, и сейчас блинчик вылезет вон оттуда. Такого я еще нигде не видал. Ну что, в Сан-Франциско плохая погода, наш рейс отменили. Мы пробегали для того, чтобы поменять билеты, поменяли их на завтра на то же время. Набрали еды, всяких бананов и так далее в лаунже. Сейчас поедем в центр города, посмотрим даунтаун, высотки и все, что связано с шикарным Голливудом. Вчера мы были в дорогом районе, сегодня мы будем в бизнес районе. В даунтауне Лос-Анджелесу очень красиво. Прям невероятно круто, такой огромный контраст по сравнению с тем, что я видел вокруг вчера и позавчера, когда мы ездили по городу. Люблю забираться в отелях на крыше, в бассейны. Даже если я тут не живу, просто для того, чтобы заценить вид. Можно даже бесплатно брать водичку, купаться, если есть с собой плавки. Сейчас мы в центре Лос-Анджелеса, поднялись на какую-то башню. Бесплатная площадка для просмотра города. Ну, в общем, вся организация ВЛА пошла по одному месту. Шесть суперкаров, о которых, я думал, получится взять крутую экскурсию. Там, Феррари, Ламборгини, Порше 911 и другие крутые тачки. Это все отменилось, ничего не вышло. Зашли в магазин фокусов, и тут идет погоня. То есть, это реально как в американских фильмах. Остановили все передачи, сериалы, новости, вообще все стопнулось. И сейчас идет эта трансляция, и они прям все смотрят. Он говорит, примерно раз в месяц это стабильно случается. Я говорю, может быть, это фейк, то, что это специально правительство делает, чтобы развлечь людей. Он говорит, нет, сто процентов нет, он просто вор, он там что-то украл, за ним гонятся. Говорят, что это лаки мэн, потому что ему удается. Вон там полиция сзади все-таки продолжает ехать. Ему главное не попасть в пробку. Это удачливый парень. Это прям происходит сейчас в центре Лос-Анджелеса. Ребята, он выехал на хайвей, полиция за ним едет. Говорят, что ему трындец. Тут говорят, что здесь ему нужно точно не уйти. Потому что, скорее всего, он попадет в пробку. Он пытается, видите, он все идет. Это очень долгая погоня. Они не могут его остановить, не могут с ним ничего сделать. В машине сидит два человека. Непонятно, что же они совершили, но парень едет нормально. Мы такой езды в Америке пока что еще не видели. Тут вот как в кинотеатре. О, это был огонь, мне показалось. Он врезался, он врезался. О, и теперь он бежит. Теперь он бежит, ему надо очень быстро бежать, чтобы его не догнали. О, реально как в ГТА, смотрите, он пытается, он пытается. За ним бегут полицейские. Три человека за ним бегут. Он пытается убежать, смотрите, это очень интересно. Так он, афул, так он, афул. Смотрите, давай, давай, давай. Что, все, нет, все. Парень, его повязали. Ой, как обидно, повязали. Сегодня рейс не отменили. Точнее, предыдущий отменили, который был в 8.30. В 9.30 все-таки оставили, слегка задержали. Сейчас мы подлетаем к Сан-Франциско. Тут, конечно, даже на высоте 10 тысяч метров. Везде облака, везде туман. Видно, что погода действительно плохая. Судя по всему, там будет идти дождь. Но, тем не менее, мы это сделаем. Посетим Алькатрас, Мост Золотые Ворота. Основные достопримечательности. Вообще посмотрим, что это за город. Короче, Сан-Франциско за день, грубо говоря. Лично для меня мечта с детства была посетить Алькатрас. 38 долларов. Обычно билеты сюда не достать. Их бронируют больше, чем за месяц. Но сейчас низкий сезон, декабрь. Поэтому никаких проблем не было для того, чтобы купить этот тикет. Алькатрас, Мост Золотые Ворота. Ну, вот таким вот образом начинается у нас Алькатрас. Оттуда с лодки мы выгрузились, поднимаемся наверх. Пока что сцены из фильмов я не узнаю. Пока ехали сюда, прям было настолько холодно. Я представлял себе, как если бы я был тем человеком, который устроил здесь побег. На самодельном плоту ты пытаешься выбраться еще под утро. Сейчас день все-таки, солнце немного светит. Короче, это реально невозможно. В первых секунд атмосфера мрачная, очень тяжелая такая эхо гуляет. Такой прям звук вязкий. Как будто бы стены на тебя давят. Не знаю, может быть это самовнушение, потому что я нахожусь в таком месте. Со всех сторон вот эти решетки на окнах, такие прям мощные. Я так полагаю, что это то место, откуда у всех все начиналось. Вот это прям все как из фильма. Камеры, они супер маленькие. Три квадратных метра, не больше. Такое маленькое пространство. Бегать по коридорам было, естественно, запрещено. Как говорит там в Дюргит, тут полтора метра в ширину, два метра в длину. Такая вся тесная, сжатая, противная. Кровать, туалет, раковина. Полочка здесь небольшая. Ты прям сидишь на виду, напротив тебя другие камеры находятся. Несколько этажей. Жуткая атмосфера. Тюрьма эта открылась в 1934 году. И здесь содержались самые опасные, жестокие преступники. Это была столовая. Большое пространство. Сейчас здесь нет столов. Но раньше здесь принимали пищу. Такое более светлое место, но все равно тут все жутко. И особенно вот эти вот окна, через которые ты видишь воду, город где-то вдалеке. Вот это блок Д для особо буйных. Это как тюрьма в тюрьме. Здесь все было гораздо строже, чем в том отсеке. Вообще, кстати, по ощущениям здание достаточно небольшое. Это оно в фильме казалось прямо огромным. Странно, что для самых неуправляемых и буйных заключенных, которые в блок Д переводили, гораздо больше места сделано, чем в том общем отсеке. Но зато отсюда нельзя было выходить. То есть, если там был какой-то распорядок дня, обед, прогулка, игры там какие-то, то здесь просто было круглосуточное схождение с ума. Вот это более жесткие уже камеры пошли в этом же блоке. Здесь такая прям мощная дверь, за которой по-любому темно. Вообще нет ни кровати, ничего. Вот это, наверное, самые жуткие камеры здесь. Хотя, может быть, еще мы дойдем до того места, где будет еще хуже. А здесь прямо рядом с основным блоком находится, видимо, место для визитов. Получается, ты прям при всех со всеми разговаривал. А вот как выглядела комната для визитов с этой стороны. Так, можно смотреть через стекло. А я не знаю, как разговаривать вообще, слышно было или нет. А, у них был телефон, просто их сейчас демонтировали. Вот есть на фото. Вот здесь можно было что-то передать или подрогать, или поговорить. Видимо, вот здесь вот и были побеги совершены каким-то образом. А вот здесь, около общего блока, проход на площадку для прогулок. И вот здесь сидел вооруженный охранник, который мог ходить. И у него простреливалась абсолютно вся территория. Все ряды, все из зоны камер. А вот при помощи вот этого крючка они передавали ключи от камер. Это нужно было для безопасности, чтобы максимально снизить риски. Вот это территория для прогулок. В фильмах, конечно, все выглядело гораздо масштабнее. Прямо за этой стеной путь к свободе. Но здесь вот так не перебраться. Там, наверное, ходили вооруженные охранники. Там самое удобное для того, чтобы контролировать территорию с этой и с той стороны. Вот это вот все здание. Оно очень маленькое. Всего лишь три этажа. Ну что я вам могу сказать по поводу этой экскурсии? Очень интересно. На удивление крутейший аудиогид на русском языке. Это вообще редкость. Их практически нигде нету в мире на русском языке. Здесь еще такая многоголосная озвучка, фоновая музыка, звуки, истории. Очень хорошо сделано все. Мне очень понравилось. И теперь я понимаю, почему такая длинная очередь. Почему так сложно на эту экскурсию попасть. Это точно того стоит. Ну а сейчас мы держим путь к мосту Золотые ворота. Тут очень красиво. Небоскребы, огромные холмы, уклоны. Со всех сторон горы, вода, старые красивые здания. Мне очень нравится, как это все выглядит. Сейчас нахожусь в даунтауне Сан-Франциско. И я вообще не ожидал, что это настолько красивый и невероятно многогранный город. Здесь есть и высотки, как в Нью-Йорке. Здесь есть маленькие красивенькие дома. Здесь есть красивые мосты. Очень много всяких заведений, театров, бейсбол, баскетбол. Все, что угодно. Любые программы, движения. При этом есть такие спальные, спокойные районы. В общем, я гуляю и получаю невероятное удовольствие. Просто не ожидал, что здесь настолько круто. А еще здесь рядом есть Чайна Таун. Там можно нормально, дешево, вкусно, быстро покушать. И отправиться дальше к мосту Золотые ворота. И вот, друзья мои, мы приехали к этому мосту. Невероятно красиво. Сразу же за ним начинается Тихий океан. Заканчивается Сан-Франциско. Заканчивается Америка. Мы приехали сюда на закате. Камера у меня, конечно, широкий угол. Поэтому невозможно передать сейчас, насколько еще близко расположен весь этот город. Даунтаун, небоскребы. И вот я вам могу точно сказать. Я как человек, который побывал уже очень много где. В Европе, в Америке, в Азии. Здесь невероятно круто. И это место обязательно нужно занести в свой дремлист. Вы обязаны здесь побывать, если у вас будет такая возможность. Очень красиво, очень круто. Я прямо в восторге. Честно. Судя по всему, это не машина для широких продаж. Но смотрится очень мощно. Такого я еще не видал. Такого я еще не видал.